Добрый вечер! Вы перевести Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Нальчике глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов принял участие в совещании, посвященном дополнительным мерам по обеспечению безопасности в регионах Северного Кавказа, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В заседании приняли участие полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств. Основное внимание уделено предупреждению экстремистских проявлений и реализации антитеррористических мероприятий. Собравшиеся подробно обсудили вопросы противодействия планам Запада, внести раскол в российское общество, обостряя межнациональные и межконфессиональные противоречия. Также были рассмотрены меры по нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб, пытающихся использовать общественные и религиозные объединения национальной диаспоры и иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений. Технический осмотр транспорта – это обязательная процедура. Она позволяет убедиться, что машины работают исправно и не несет опасностей. Кто и как проводит техосмотр автобусов, насколько важна эта процедура и как к ней относятся владельцы автотранспорта, расскажет Альбина Ламкова. Технический осмотр проводится экспертами станции. В пункте работает три специалиста, имеющие соответствующие дипломы. Проверку осуществляют совместно с сотрудниками ГИБДД. На самом деле процесс важный. Без его прохождения ни один автомобиль не будет допущен к эксплуатации. А следовательно, и проходить его нужно со всей серьезностью. Госавтоинспекция непосредственно принимает участие при проведении технического осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Это категория М2, М3, то есть категория Д. Непосредственно госинспектор контролирует работу эксперта и сам непосредственно участвует в проведении технического осмотра. Прежде чем отправляться в пункт осмотра к оператору, необходимо подготовить документы на машину, а также паспорт и водительское удостоверение. Но в первую очередь водителю необходимо обратить внимание на техническое состояние автомобиля, потому как за его спиной находятся десятки пассажиров. И он, естественно, несет не только административную, но и уголовную ответственность. Это жизнь людей, и с этим шутить никак нельзя. Поэтому и проверка транспорта осуществляется тщательно, отметил оператор пункта Ахмат Иркенов. Основное внимание уделяется техническому состоянию автомобиля, исправности рулевой тормозной системы, наличии работоспособности всех световых приборов. Ну и, естественно, мы проверяем уже все конструктивные особенности автомобиля, ходовую часть, агрегаты и отдельные узлы. Явных особых нарушений очень мало. Много у нас еще старой техники, которую желательно вообще снять с линии. Но, невзирая на ее возраст, у нее остальные показатели очень часто бывают все в норме, и они работают нормально. Технический осмотр для автобуса проводят каждые полгода. Основные неисправности чаще всего выявляют в системе освещения. Для проверки используют специальные приборы. Кто это за прибор и что вы им проверяете? Это настройка фар, куда они светят, чтобы не слепило встречных, и чтобы лучше видно было. Бывает, что заезжают машины, у них фары или опущены, после удара ДП или новые ставят, они не настроены. Приезжают к нам, мы их настраиваем как положено. Мы выставляем по прибору, и к нам потом приезжают, они говорят, что все отлично, все нормально, все едет. Джадду Суинбай более 30 лет за рулем. Он, как и любой водитель, серьезно относится к техническому осмотру транспорта. И не важно, машина новая или с более высоким количеством пробега. Мы все ездим на дороге, а тем более автобусы, они отвечают еще за пассажиров. Если машина подготовленная, если водитель за ним смотрит, чинит, туда-сюда, конечно, процедура не сложна. А если, конечно, техническое состояние автомобиля не в лучшей форме, пройти это сложно, конечно. Предварительно с руководством ГИБДД перед техническим осмотром транспорта составляется график приема автобусов. По итогам проверки владельцу выдается специальная диагностическая карта, которая котируется на территории всей страны. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 3-5, а днем 14-16 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту «Звездного лайнера». Общественная палата Республики провела выездной круглый стол во Дворце культуры Узджигуты. Общественники собрались, чтобы обсудить проведенный мониторинг о выполняемой работе по улучшению экологической ситуации на районе. На мероприятие побывала Альбина Курачинова-Кенжева. В работе выездного совещания по улучшению экологической ситуации приняли участие представители Минприроды и экологии, Министерства строительства и ЖКХ, Духовенства и Общественного совета и палаты, а также участковые инспекторы полиции района. У нас проходило заседание в декабре месяце. После декабря месяца была вынесена резолюция, где были указаны, какие были положительные моменты в работе администрации Узгутинского района, какие отрицательные были моменты. Вот сейчас с декабря по апрель проходил мониторинг выполнения непосредственно резолюции Общественной палаты. На округлом столе отметили, что Узгутинский район проводит работу, и это даёт какие-то положительные сдвиги, в связи с чем экологическая обстановка в населённых пунктах улучшается. Однако по результатам проведённого мониторинга, по истечению времени ситуация вновь повторяется. Тема злободневная. У нас по республике в целом информацию, которую мы имеем от наших общественных экспертов, от членов комиссии Общественной палаты, показывает, что захламлена немножко. Не совсем благополучная обстановка с экологической в этом вопросе. Основные работы проводятся в центральных парках и скверах, а также в жилых районах. Вместе с тем отдалённые части остаются проблемными зонами. Я входил в состав мониторинговой группы, мы мониторили. Что-то хочется отметить, что сделано. То есть работу рекоператора хочется отметить, что она достаточно слаженная, налаженная. Таблички памятные повешены в соответствующих местах. Рано ещё говорить об уборке территории, потому что была зима. Перешли на такую систему. Мы отказались от контейнеров, знаете, в районе. И мешочки люди выносят, ставят. И тут возникла следующая проблема. Домашний скот неконтролируемый, который разрывает, это тоже будет представлено, разносит всё это. И вот этот вопрос, который тоже сегодня на повестке, его тоже нужно будет как-то обсудить и прийти к какому-то решению. Как-то контролировать вопрос, я не знаю, стоянки для домашнего скота, организовать или ещё что-то. В вопросах выявления несанкционированных свалок и принятия решения по их устранению недостаточно задействованы службы участковых инспекторов и экологического надзора. Общественная палата направит рекомендации в соответствующие органы государственной власти республики. Все единогласно решили, что нужно тесно взаимодействовать с жителями района, причём с малышей в детсадах до старшего поколения. Ведь от всех жителей зависит благоприятная обстановка в районе. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Джигута. Начиная с осени до середины весны, ежедневно, без выходных, зубровод Рамазан Кипкеев направляется в лес, чтобы угостить сеном и комбикормами уникальное стадо зубров численностью около 40 особей, которые обитают в условиях многоснежных зим Архыского участка Тибердинского национального парка. Травоядным представителям фауны, занесённым в Красную книгу, подкормка помогает пережить зиму. Члены Русского географического общества во главе с председателем Карачаева-Черкесского отделения Вячеславом Онищенко приняли участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией реаклиматизированного зубра. Из Кызгычского ущелья репортаж Аллы Динаевой. Ущелье Кызгыч. По руслу реки с одноимённым названием направляемся в гости к зубрам, занесённым в Международную Красную книгу. Да, дорога здесь по реке. Только так можно проехать в урочище. Местами выезжаем на берег, где есть проезд. Услышав шум мотора, зубры выбегают из леса. Встречает гостей и взрослый представитель стада. Услышав звук автомобиля, всё стадо Беловежско-Кавказских зубров, обосновавшихся в Кызгычском лесничестве, собирается на место кормёжки. И буквально за минуту наш внедорожник оказывается в окружении крупных млекопитающих. Общедоступная столовая раскинулась здесь для зубров. И в сильные морозы, и в снегопад здесь накрыта поляна. И сейчас у краснокнижных животных обед. Сеном и комбикормами их ежедневно обеспечивает государственный инспектор по охране зубров Рамазан Кипкеев и руководитель архивского отдела охраны нацпарка Рамазан Хубеев. Они рассыпали в небольшие кучки овёс, пшеницу и кукурузу. Биологическую подкормку реаклиматизированного зубра сотрудники Тибердинского национального парка начинают ещё осенью, как выпадает снег. Страшно? Бывает, когда близко подойдёт, конечно, страшно. А они же не предупреждают, может тянуться. Надо даже на затылках иметь глаза, когда он близко или она. Если вот, например, сейчас вот, видите, вон корова пошла. Если она нападает, то мать самого маленького телёнка – это её старшая дочка. Она вместе с ним нападает тоже. Так что… То есть вы уже знаете повадки, да? Да, да, да. Я знаю, насколько их можно подпустить, а насколько нет. Это тоже спокойно. И они могут за мной ходить куда угодно. Я не знаю, что они там ищут. Ну, они очень любопытные. Проводят они и постоянный мониторинг популяции животных. Это убеждённые любители природы, и они преданы своей работе. Председатель Карачева-Черкесского отделения русского географического общества Вячеслав Онищенко 37 лет проработал в Тибердинском заповеднике. И его деятельность была связана и с научными исследованиями, и с охраной. Судя по этому стаду, я вижу, что охрана отдела, казгического отдела, они очень плодотворно работают. То есть сохраняют все эти традиции, которые были заложены до нас, в наш период, и сейчас, после, когда мы уже здесь не работаем. А инстинкт самосохранения этих животных на высоком уровне. И с виду такие спокойные, они могут притупить бдительность. На самом деле, они бывают опасными. Почему-то опять они в нашу сторону стали направляться. Мы их чем-то... Ну, это элемент... Видимо, это элемент любопытства. Очень близко. Вот к вам подошёл. И он пасётся, видите, он не проявляет агрессивности, но, тем не менее, такая близость, это уже, в общем-то, опасно. И мы на некоторое время прервали съёмку. Сотрудники архийского лесничества держали ситуацию на контроле и через какое-то время животные отошли обратно. Члены Русского географического общества во главе с председателем Вячеславом Анищенко, приняв участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией зубров, остались довольно увиденным. Здесь весна полностью вступает в свои права. И сейчас вовсю цветёт курокус шафран-сетчатый. Вот здесь они, да? Или это будет страшно? Вот здесь их больше. Я становлюсь всё смелее, подхожу к зубрам всё ближе и ближе. Сколько их тут? Раз. И вот там аж прям много-много. О, как красиво. Подкормка краснокнижных животных продолжится до тех пор, пока не появится трава. И тогда эти крупные млекопитающие начнут пастись на солнечных зелёных лужайках, и зубровод не будет приходить сюда каждый день. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Кызгыческое ущелье. Имеют место случаи выхода зубров за пределы нацпарков под населённые пункты, где создают определённую опасность и сами становятся жертвами браконьеров или погибают от истощения. Убедительная просьба при встрече с зубрами за территорией ущелья Кызгыч незамедлительно сообщать по телефону администрации архитского отдела Тибердинского нацпарка, который видите сейчас на экране. И последнее. Завтра в Карачаево-Черкесии 26 работодателей станут участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка будет проходить во Дворце культуры города Черкеска с 10 до 15 часов. На ней будут представлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, производства и других направлениях. Посетителей ждёт обширная информационно-консультационная программа. Они получат возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей, а работодателям возможность выбрать специалистов. Старшеклассники и посетители ярмарки и трудоустройства будут проинформированы об учебной базе республики. Это все, видите, на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Любовь преодолеет всё». Всего доброго и до встречи в эфире.